Олег, добрый день! Здравствуйте! Олег, подскажи, пожалуйста, кем ты был до сетевого бизнеса? История богата, но я бы остановился на двух основных вехах. Это шахтер и бизнес собственный в течение 20 лет. Что тебе привело в сетевую индустрию? Ну, мой путь довольно тривиальный, с одной стороны. С другой стороны, я, наверное, отличаюсь от большинства тем, что я долгое время был как клиент, и вот меня, что называется, пробило, когда я все-таки решил для себя, что я попробую, что это мое, знаете, какая-то сыграла такая, ну, самолюбие. И я не более чем год назад, вот в августе прошлого года, принял решение, что я буду этим заниматься. Ну, соответственно, бизнес свой начал потихонечку сворачивать, закручивать. Чего там лукавить? Он начал сворачиваться еще без меня до меня, до моего принятия решения. Решение прийти в сетевой бизнес – это была вынужденная мера или это было все-таки осознанное желание. Хороший вопрос, спасибо. Я сам над ним думаю, признаться честно, с рукой на сердце. И, наверное, все-таки второе больше меня вот склоняет к ответу, да, это было осознанно. Почему? Потому что, ну, есть какие-то собственные амбиции, что еще многое-многое впереди, еще надо что-то успеть, еще надо что-то доказать. В первую очередь, конечно же, самому себе, никому не собираюсь ничего доказывать, самому себе, что я это могу, я это сделаю. Здесь хорошие инструменты, хорошая мотивация. Здесь все есть для того, чтобы состояться и быть успешным. Хорошо. То есть это, с одной стороны, был спасательный круг, а с другой стороны, я так понимаю, сейчас уже пришло то, что это вроде бы в этом что-то есть. Но сразу ли все получилось? Нет, конечно, Роман Викторович. Нет, конечно. И, наверное, и путь к успеху, и ошибка заключается в том, чтобы не давать себе думать, что ты знаешь многое. Ну, классические вещи. Я же не скажу ничего нового, если скажу, что век живет, век учись. И все равно в нас то, что дается возможность нам научиться в этой компании, это все работает. Я это увидел. Но до того, пока я не сказал сам себе, что я первоклассник, у меня ничего не получалось. Скажи, а в финансовом плане, вот то, что был собственный бизнес, а теперь MLM бизнес, по деньгам это ниже уровень или выше? Я бы здесь ответил в потенциале. Я, слава богу, никогда не был на уровне каком-то ниже среднего. Мне давалась возможность. Но в связи с последними какими-то событиями, и здесь совокупность многих факторов, и действия законодательной власти, когда дополнительное налогообложение усугубилось, и просто в линейном бизнесе стало много затруднений, мягко говоря, которые меня все больше и больше обращали мое внимание на то, что надо искать себя где-то еще. Наивно полагать, что ты в 40 лет уже состоялся и все знаешь. Но мне далеко не 40, а 50, за 50. И поэтому я просто понял, что это мое. На сцене мне не привыкать, как бы. Я, извините за сленг, кайфую, когда я выхожу на сцену, меня слушают люди, они мне верят. Когда есть хоть какое-то имя, тебе легче это сделать. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно, здесь пока еще больше в потенциале. И где-то сейчас убалансировались вот эти вот весы, то, о чем вы спрашиваете. Я, наверное, сейчас как раз на пороге, чтобы сделать очередной рывок в жизни, вот который у меня уже несколько раз был, я чувствую, что я на пороге больших изменений. А вот этот финансовый уровень доходов за один год карьеры, какой уровень гонорары или вознаграждения в месяц у тебя получился? В нашей компании неосудительно называть цифры, хотя я долгое время считал это немножко неэтичным. Можно и не называть, это вопрос такой свободный. Да, но я... В декларацию не пойдет. Я так скажу, что более 4 тысяч евро, когда стало уже стабильно, меня это, конечно, вдохновило ежемесячно. Это через год? Это да, через год. Приходилось ли тебе сталкиваться с какими-то трудностями в твоей карьере? Ну, естественно. Я нормальный земной человек, коммуницирует так же, как и все, и с разными людьми. И в первую очередь, наверное, должен признаться, что затруднения с близкими были долгое время. Даже если супруга будет слышать когда-то это интервью, наверняка будет слышать «Привет, передаю своей Татьяне». Ну, она, когда узнала, что в этой компании преподает ВИНС, это для нее было дополнительным мотиватором. Спустя год она сказала, что да, это значимая компания. А как ты преодолеваешь эти трудности, когда они встречаются на твоем пути? Наверное, будет от лукавого сказать, что я сам с ними справляюсь. Нет, конечно. Спасибо команде, спасибо тем мотивациям, которые я здесь получаю. Одному, наверное, тяжело справиться было бы, несмотря на то, что я считаю себя закаленным, состоявшимся. Но, конечно, иногда, извините, мочканет так, что, может быть, мало не покажется. И вот здесь на помощь приходит команда. Мы заряжаемся друг от друга. Я много раз получал эту добрую энергетику от людей. Сам стараюсь давать то же самое. Это работает. Это я реально чувствую, что… Хорошо, тогда вытекающий вопрос. А как ты мотивируешь себя? Как ты поддерживаешь такой высокий уровень энергии и работоспособности? Спасибо за такую оценку. Я, да, действительно, где-то шахтерское прошлое, где-то и армейское, и все вместе, да и возраст уже, конечно, далеко не юный. Жизнь заставила не расслабляться. Откуда силы берутся? Ну, это, наверное, вопрос больше туда. Стараюсь не делать ничего недоброго, чего-то по злой энергетике. Мне вознаграждается это. Я просыпаюсь действительно с чувством, что я могу, могу больше. Если ты что-то даешь, тебе это возвращается. Я это много раз чувствую. Олег, а как твои друзья отнеслись к тому, что ты занимаешься сетевым маркетингом? Честно скажу, негативно, конечно. Когда ты состоявшийся коммерсант в небольшом городе, хотя, ну, по разным меркам, по оценкам, Караганда – это довольно крупный город, но все равно меня за 50 лет там, конечно, все знают. И многие, ну, наверное, я полагаю, про себя и пальцем у виска покрутили. Кто-то закрылся, кто-то откровенно сказал, что ты ерундой занимаешься. Но осилить дорогу идущий я в какой-то момент получил даже удовлетворение от того, что у меня поменялось окружение. Те люди, с которыми я сейчас делаю этот бизнес, они гораздо более продвинутые, они гораздо более позитивные, перспективные, энергичные. И я от них больше получаю, они мне больше дают. Те, кто, ну, жалко, конечно, хотя я себе говорю ни о чем не жалею, но вот те, я надеюсь, это временно, Роман Викторович. Я надеюсь, что никому ничего не собираюсь доказывать, но я могу показать, не доказать, а показать, чего я достигну. А что ты еще получаешь, в принципе, от сетевого маркетинга, от нашей индустрии, от того, чем ты сейчас занимаешься? О, сколько у нас есть времени. Я получаю все. Я буквально полностью вижу себя реализовать. Меня очень устраивает в этой компании, не хочу вам лично польстить, но абсолютно все ценности, которые я себе ставил раньше, они совпадают с теми, которые декларирует, пропагандирует президент компании, бизнес-тренеры. Я давно не был в роли подчиненного, еще с армией, наверное, когда. Да, и такое удовольствие, когда с тебя требуют, чтобы вот этот лоск, побритость, чтобы у нас был дресс-код строгий. Это здорово. Ну и некоторые еще ценности. Все, что мы здесь получаем, это и путешествия. Я безнадежно больной человек путешествиями. Я вот первый год, ну как раз из-за того, что сказал себе, что я сделаю эту карьеру, я первый год отказался от сплавов. А вообще-то я ненормальный человек, в хорошем смысле этого слова. Я сплавляюсь по рекам, но сегодня мне это предстоит сделать, наверное, уже со своей командой. У меня есть мечта. Я сделаю это с командой Life is Good в следующем году, обещаю. То, что сделал мой учитель во всем. И по бизнесу он меня консультирует, и в боевых искусствах много получил информации от Александра Федоровича Дженка. Говорится, не создай себе кумира. Но это один из людей в этой компании, один из многих, которые являются для меня большим авторитетом. И он вот этот ретрит, который провел, это меня несказанным образом тоже мотивирует. Всем рекомендую, буду рекомендовать, буду пропагандировать такой формат. Какая твоя мечта? Коротенькую, ближайшую я уже озвучу. Ну а по глобальному я бы здесь воздержался от каких-то высокопарных слов, от какого-то пафоса. Хотя многие услышат, зная меня, что «А что это Олег вдруг?» Но я не побоюсь сказать, что я хочу сделать людей счастливыми. И мне, к счастью, это удается. Те люди, которые спустя время какое-то проникаются пониманием того, чем я сейчас занимаюсь, у меня негатив в последнее время только один. «Олег, если это так здорово, а почему ты раньше не сказал? А почему ты еще ни раз не позвонил, не навязался?» Я говорю, я не могу навязываться. «Ну тебе надо было позвонить еще, ведь время я упустил». Я говорю, ну вот, и у меня есть несколько таких примеров. Это те ребята, которые долго думали, ну кто-то дольше, кто-то меньше, но они сегодня здесь. Меня это вдохновляет несказанным образом, Роман Викторович, что за мной идут люди. Они верят не только в компанию, они и верят и мне лично, и в компанию, и в команду. Олег, спасибо тебе за твой опыт, спасибо за твои такие признания и открытия. Я желаю тебе успеха и желаю, чтобы твои мечты в скорейшем времени, в самом быстром будущем сбылись. Спасибо и вам, в частности, за эти пожелания и за все, Роман Викторович. Роман Викторович